Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Ну, конечно же, всех абсолютно волнует вопрос, как вы стали героиней этого феерического эпохального произведения. Я просто прошла кастинг, ничего какого-то такого необычного. То есть не по дружбе, вас не поймали на распродаже в магазине модной обуви? Нет, нет, я не хожу по магазинам модной обуви, ну, это редко бывает. Просто был в интернете опубликован, что искали девочку группы Ленинград для своего нового клипа. Я отправила заявку, там через несколько часов мне ответили, да, Юля, мы вас ждем завтра. И все. Ну да, вроде нормально, заезжай. А вам близка вообще, ну, я не знаю, идеология вашей лирической героини в этом клипе? Вы, когда отправляетесь на свидание, на первое свидание с новым мужчиной, привираете о себе? Ну, хотя бы во внешне, там, я не знаю, накладные ресницы, пуш-ап, какие-нибудь дополнительные скрытые платформы в обуви, или лучше все-таки быть собой сразу? Ну, когда я была моложе, мне было лет 15, конечно, я там говорила, что мне больше лет, я говорила, что мне 18, но у меня, нет, у меня не было ни накладных ресниц, тогда это все было очень дорого, но это как бы, я не могла себе позволить там что-то такое. Ну, там привирала, что да, я вот выпустилась из школы, буду сейчас поступать. Ну, все девочки же хотят, ну, думать, что они больше, выше по возрасту. Мне не нужны твои деньги, все машины, бриллианты, мерседесы, я всего должна добиться сама. И ушла. Круто. Опять же, возвращаюсь, что когда я была моложе, да, я там пыталась что-то там, а вот, и я такая вся, потом это, это, а сейчас как бы нет, я вот, вот я такая, надо, не надо, уходи, все, до свидания. Вот, героиня сериала «Девочки», по крайней мере, главная героиня, она тоже руководствуется таким принципом, я такая, какая я есть, и хотите, берите меня и принимайте такой, не хотите, пожалуйста, до свидания. Причем, это не только героиня так себя ведет, но и актриса, которая ее изображает, Лена Дэн, которая вообще придумала весь этот сериал, его спродюсировала, сняла, она некрасивая, она, ну, по определенным общепринятым канонам, да, она, но при этом она в каждой серии ходит голая, она толстенькая, она такая вот, она везде ходит, она с дополнительными формами, при этом она везде в каких-то крохотных трусиках, в каждой серии абсолютно, в каждом сезоне она голышком. Ты так и будешь сидеть в полотенце? Да. Я тебя ни разу голой не видела, а ты меня уже сто раз, а должно быть все наоборот. У нее куча тараканов в голове, и у нее, в принципе, достаточно странные отношения с мужчинами, но она никогда в жизни от них своих тараканов не прячет. И вот есть такое мнение, что это и может быть делать сериал настолько привлекательным и таким захватывающим для современного зрителя, именно потому, что вот какая-то новая, какая-то новая честность в отношениях появилась, чего-то хочется именно такого человеку. Уже все устали быть красивыми, как секс в большом городе, подбирать туфли, сумку и платье. У всех теперь другие приоритеты. Я согласна, но на самом деле мы сами, женщины, делаем что-то, чтобы быть красивее. Вот одна там придумала это, а надо быть краше, чем она. Мы себе усложняем жизнь, мне кажется. Вот мужики, они вот видят, а вот это что, а ты у меня что, не пойдешь там на фитнес? И мы на фитнес там давай, все ради них. Мне кажется, надо им чуть-чуть планку снизить уже. И самим пойти на фитнес? Самим пойти, да, на фитнес. А то они как бы сидят такие, ну что, мужик, у меня живот, это нормально. Сейчас у мужчин больше одежды, чем у нас, вот честно. Я знаю, что есть уже парикмахерские для бород, что они стригут бороды, усы. Недавно я ехала в метро, слышала такой разговор, стоит два молодых человека, и один говорит, слушай, а у тебя вот воском, да, борода? Или вот она у тебя прям вообще не топорщится? И я прям еду, и думаю, блин, капец, они мажут бороду воском. Ну это тоже какое-то такое веяние нашего нового времени. О, боже. Что случилось? Что такое? Это самое сложное, что я делал. Мила, я не понимаю. Это самое сложное, что я делал в жизни. Если говорить о влюбленности в кинематограф, вообще в сериалы в частности, какие ваши персональные хиты, есть ли у вас время смотреть сериалы? Да, я очень люблю сериал «Бестыжие», ну это из зарубежных. Я люблю «Последний мужик на земле», недавно я посмотрела «Фарго» и, конечно, «Игры престолов». Кто у вас любимчик в «Играх престолов»? За кого больше всего переживаете? Жив ли он еще? Джон Сноу. Пока нет. Это любимчик, да. И Халисия, конечно, я просто, я как женщина в нее влюблена. И мне кажется, она очень красивая просто. Ну и мне нравится, что все какие-то сцены даже какой-то там любви, пошлости, там вообще не пошло. То есть ты смотришь, у меня не было такого, что, боже, господи, как я могу на это смотреть? Там все очень красиво снято. И ты думаешь, блин, вот когда бы у нас сняли что-нибудь подобное, чтобы это было, не было такого, фу, да это похабщина или еще что-то. Мне кажется, тоже какое-то определенного рода такое искусство, которым можно наслаждаться. Могут у нас снять что-то подобное? Мне кажется, могут. Мне кажется, что именно киношники и актеры это могут сделать. Но вот вопрос, как это воспримет публика, мне кажется, что очень многие не воспримут это. Не готовы? Не готовы, да. Не готовы почему? Во-первых, мы не готовы показать всю правду, то есть не прикрывая, вот закрывая мат, какую-то наготу. Это по-любому мы это будем как-то, ой, там, прикрываться. А когда она, ну, вот открыта, тогда это интересно. Но мне кажется, мы пока, наша страна не готова к тому, чтобы открыть это. Есть. Ну, кстати, в сериале «Девочки» и главные героини, и некоторые другие герои как раз открывают себя по максимуму и не стесняются демонстрировать самые тайные интимные стороны своей жизни. И лексика у них тоже частенько бывает и нормативная. Твою мать, это ужасно. Красиво. Снимем бигуди, и я все это расчешу. О, так прическа еще не готова. Спасибо огромное за этот разговор. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть вас не только в замечательном клипе «Анны Пармос» для группы «Ленинград», но и в каком-нибудь хорошем сериале. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Продолжение следует...